МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней». Сегодня вы увидите. Среднестатистический житель нашего города потребляет зимой около 130 кВт-часов. Подсчитали в барановичских электросетях. Это значит, что дифференцированные тарифы оплаты, введенные с 1 февраля, незначительно коснутся кошельков абонентов. Тяжело в учении и легко в бою. В вооруженных силах начался новый учебный год. Войнослужащих войсковой части 7404 напутствовал заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренними войсками Юрий Караев. Почетному жителю нашего города, бывшему начальнику барановичского отделения Белорусской железной дороги Анатолию Георгиевичу Ильину, 85. Много теплых слов юбиляру высказали люди, которым посчастливилось с ним работать, для кого он стал учителем не только в профессиональной сфере, но и в жизни. 17 лет живет в эколого-биологическом центре питон. Несмотря на то, что он относится к разряду хищников, его отличает уравновешенность, мудрость, выносливость. Именно такая тактика и человеку принесет удачу в наступающем по восточному календарю году змеи. А теперь об этих и других темах подробнее. Согласно постановлению Совета министров, с 1 февраля тарифы на электроэнергию для жителей Беларуси увеличились на 18%. Кроме этого, введена дифференцированная система оплаты услуги. Нововведение затронет незначительную часть населения, уверены в барановичских электрических сетях, потому что среднестатистический житель нашего города потребляет зимой около 130 кВт-часов. Так кто же будет за свет платить больше, узнавала наша съемочная группа. Рабочее утро в расчетно-кассовом центре барановичских электрических сетей в самом разгаре. Телефонные звонки с февраля занимают львиную долю времени. Ответить нужно каждому. Правда, вопрос у всех практически один и тот же. Сколько теперь придется платить за электроэнергию? Согласно постановлению Совета министров, с 1 февраля тарифы на это благочеловечества для жителей Беларуси увеличились на 18%. Рассчитать сумму оплаты за свет можно следующим образом. Раньше 1 кВт-час жильцам квартир с электроплитами обходился в 274 рубля. А с текущего месяца тариф возрос почти до 325. Абоненты с газовыми плитами будут платить уже не 323, а 382,4 рубля за кВт-час. Кстати, до конца этого месяца расчеты за электроэнергию будут вестись по старым расценкам. Также с 1 февраля в стране вводятся дифференцированные тарифы. Это значит, что устанавливается трехступенчатая система оплаты за электроэнергию в зависимости от объемов потребления. То есть, если счетчик будет наматывать в пределах введенных лимитов, то свет будет оплачиваться по социальным льготным ценам. Все, что потреблено сверх их, будет рассчитываться с применением повышающего коэффициента, пояснил начальник службы сбыта барановических электросетей Александр Кандыбович. Правда, новая система работает не для всех. Под действие этого лимитирования не попадает ряд граждан. Это, в первую очередь, многодетные семьи и детские дома семейного типа. Семьи, воспитывающие детей, у которых оба родителя в полной семье являются инвалидами первой и второй группы, а также у которых один родитель в полной семье является инвалидом первой группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством. Также неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Не лимитируется электрическая энергия, потребляемая для нужд обогрева, то есть это электрокотлами с установленной мощностью более 5 кВт-часов и зарегистрированы в установленном порядке. Помимо этого, не лимитируются граждане, которые потребляют электрическую энергию по дифференцированным тарифам, так называемым, по времени суток. То есть на данный момент у нас в республике имеется возможность расчета бытовых потребителей по дифференцированным тарифам по времени суток. Что это из себя представляет? Один тариф действует в выходные дни и в рабочие дни с 17 до 20.00, это повышенный тариф, и во все остальное время действует несколько сниженный тариф. По словам Александра Кондебовича, сегодня уровень покрытия тарифами затрат на электроэнергию составляет 27%, а значит повышаться еще будет не раз, но только с учетом роста доходов граждан. Три года назад последний тариф, который действовал при курсе доллара у нас в республике порядка 3200, был 195 рублей за киловатт, что составляло порядка 6,5 центов на тот момент. На сегодня, в общем-то, при курсе доллара, ну скажем так, в среднем 8700, мы получаем 382,4 рубля, что составляет порядка 4,5 центов. То есть в целом у нас за последних несколько лет произошло снижение, ну в общем-то значительное снижение бытового тарифа вот этого для населения, с учетом того, что реально заработная плата все же в республике, она выросла за этот период, и значительно, можно так сказать. Поэтому дальнейшее повышение все же стоит ожидать тарифа, и это, в общем-то, соответствует той стратегии, которая утверждена Министерством энергетики Республики Беларусь, которая, ну как бы говорит о том, что к 2015-2016 году мы должны выйти, в общем-то, по всем группам потребителей на окупаемость. По словам энергетиков, среднестатистический житель города Барановичи потребляет зимой около 130 кВт-часов, а это значит, что нововведения незначительно коснутся кошельков наших горожан. Как выяснилось, к раздельным тарифам они относятся по-разному. Плохо как? Очень плохо. Это нереально 150 на дом. Это нереально. У нас 500 выходит. И что? Вот теперь я не знаю. По пенсионерам, конечно, это стукнет. Может, кто работает, легче это перенесет, но пенсионерам будет тяжело. Сегодня тоже по телевизору вот эти новости смотрел, что инструкцию даже говорит, при выходе из квартиры надо и из розетки телевизор выключать. Это говорит, в целях экономии этих даже на 5% за месяц экономишь чего-то. Я укладываюсь, у меня все время дома нету. Только квартира закрыта. Так вроде все укладывается. Конечно. Плохо, что мало дали 150 кВт. А вы, получается, не укладываетесь? Ну, как бы укладываемся, когда. Будете экономить? Ну, конечно. Еще даже и не разобрались мы. Вот когда будем оплачивать, тогда уже будет ясно. Ну, я, в принципе, одна живу, поэтому я укладываюсь. Поэтому мне, ну, хотя, в принципе, как вот, допустим, дочка у меня, вот семья у них там, электроприборы эти все это, то могут и не вложиться. Может, и в 300 не вложатся. А ну, то правильно. Кто больше пользуется, тот и платит за это. К слову, раздельные тарифы не будут зависеть от того, сколько человек прописано в квартире, потому что для этого потребуется провести подготовительную работу по сбору информации о количестве зарегистрированных пользователей, а затем ее постоянно сверять. Здесь не нужно изобретать велосипед, уверены энергетики. Сколько счетчик показал, столько и заплати. Ни больше, ни меньше. Служба в вооруженных силах Республики Беларусь – важный этап в судьбе каждого мужчины. Зачастую для многих она становится делом всей жизни. О том, как стираются грани между службой и учебой, в репортаже Сергея Солонкевича. С каждым годом развитие системы Вооруженных сил Республики Беларусь обретает все большие масштабы. Подтверждением этому факту становятся многочисленные проводимые мероприятия, военные учения, законодательные акты и принятие важных решений на высочайшем уровне. Неудивительно, что к началу нового учебного года было приковано внимание абсолютно всех тех, кто связан со службой в рядах Вооруженных сил. Свидетельство тому – визит командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь в войсковую часть 7404. Назначение сегодняшнего дня – дать всем понять, насколько важны меры безопасности и их соблюдение, а также дать такой толчок своеобразный учебному году, чтобы отношение к боевой учебе было соответствующее. Для военнослужащих начало нового учебного года – нечто гораздо более ответственное и важное, чем аналогичное событие для кого бы то ни было из простых граждан нашей страны. Именно от людей в форме зависит наше спокойствие и незыбливость мирной жизни. Для этого им нередко и приходится имитировать боевые действия, выполняясь поставленную задачу на учениях. Если сегодня постигаются азы профессии, то уже завтра все это будет отрабатываться в обстановке, приближенной к боевой. В таком важном и ответственном деле, как защита Родины, мелочей не бывает, уверены военнослужащие, а соответственно и ожидания от учебы довольно серьезные. Чего мы ожидаем от нового года учебного? Это в первую очередь, конечно, повышение профессионального мастерства наших военнослужащих, обеспечение возложенных на бригаду задач. Если кто не знает, то бригада у нас дислоцируется в 14 населенных пунктах Республики Беларусь, на территории четырех областей Республики Беларусь. Ежедневно на службу заступают более 400 военнослужащих, которые выполняют свои задачи. Поэтому, конечно, их выучка, их профессиональная подготовка, их, скажем так, сама отдача является немаловажным фактором успешного выполнения служебно-боевой задачи. Войсковая часть 7404, штаб которой дислоцируется в Барановичах, родоначальница внутренних войск Беларуси. Основные задачи, возложенные на бригаду, охрана и надзор в исправительных учреждениях, обеспечение надзора за гражданами, содержащимися в лечебно-трудовом профилактории, конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, обеспечение планового, встречного, сквозного, автодорожного конвоирования по четырем плановым железнодорожным маршрутам. Кстати, подразделения только этой войсковой части дислоцируются в четырех областях страны Минской, Брецкой, Гродненской и Витебской. За время существования части изменилось многое. Сегодня личный состав оснащен самым современным вооружением. Коренным образом изменилось материально-техническое оснащение подразделений. Вместе с тем к военнослужащим сегодня предъявляются высокие требования. Таким образом, военная выучка, состоящая из теоретической и практической частей, направлена на совершенствование боевого мастерства. Эти два, дополняющие друг друга звена, взаимосвязаны между собой и являются одним целым, что в итоге и отражается в уровне подготовленности. А чем выше он, тем лучше будет обеспечена защита наших рубежей и мирной жизни в самой стране. 20 лет Барановичским отделением железной дороги руководил Анатолий Георгиевич Ильин. Это был период интенсивного развития оснащения отделения новейшими видами техники, установления международных связей. Вспоминают те, кому посчастливилось работать с талантливым руководителем. Поздравить с юбилеем почетного железнодорожника и жителя нашего города собралось много людей. Среди них были и те, кому посчастливилось поработать с чутким руководителем и высококлассным специалистом в области железной дороги. Владимир Вербила, например, после ряда должностей в 1985 году пришел в аппарат отделения дороги старшим коммерческим ревизором. В 1986 году был назначен начальником контрольно-ревизионного отдела, который возглавляет и по сей день. Признается, что именно за несколько лет непосредственной работы бок о бок с Анатолием Ильиным очень многому научился, что помогает в работе и сегодня. Из богатого опыта работы Анатолия Георгиевича взять можно много. И я это старался взять и взял. Почему? Потому что его навык работы, его опыт работы и в Москве, в Министерстве путей сообщения, в то время еще СССР, значительное время работы на отделении дороги непосредственно, давали возможность и работникам, и мне в том числе, приобретать богатый опыт. Анатолий Ильин был не только хорошим управленцем, говорит Владимир Михайлович, но и очень грамотным человеком, чему, собственно, пытался научить и своих подчиненных. «Однажды и на всю жизнь научил правильно писать документы. Это у него было не отнять, он нам не исправлял запятые, ошибки, отдавал бумагу для того, чтобы тот же инженер сам доходил мыслями до того нюанса, где что-то не так, или стилистика, или есть ошибка грамматическая. И когда в один из таких моментов я пришел, говорю, Андрей Юрьевич, что-то непонятно, вроде бы все правильно написано. Так, говорит, синонимы, синонимы, пользуйся синонимом. Почему все время выявлено, выявлено, можно ведь написать, обнаружено, установлено, имеют факты и так далее. Ну, то бишь, вот на таких мелочах тоже наука, и это, безусловно, помогало и помогает, и на сегодняшний день, наверное, то, что, когда руководитель грамотный, от него много чего черпаешь. Поздравив юбиляра с 85-летним днем рождения и предоставив слово, как десятки лет тому назад, как на планерке, присутствующие с интересом слушали непростую биографию человека, в которой очень много ролей сыграли случаи. Анатолий Георгиевич Ильин родился 6 февраля в Оренбургской области. После 9 классов пошел учиться на подготовительное отделение Харьковского института железнодорожного транспорта, после чего получил в нем высшее образование. До 1947 года в послевоенное время жизнь, признается, была тяжелой. Хлеб студентам выдавали по карточкам на день 500 грамм, и все мечтали получить больше. На войне погибли все мужчины семьи. После получения диплома молодой специалист Ильин решил поехать работать поближе к западу, выбрав Брест-Литовскую железную дорогу, управление которого находилось в Барановичах. Изначально работал в Бресте дежурным по станции, потом постепенно поднимался по карьерной лестнице, вспоминает Анатолий Георгиевич. Зигзагом в биографии он называет работу в Москве, в главном управлении грузоперевозок. Но после 6 месяцев пребывания там понял, что это не его. Говорит, чувствовал себя настоящим чиновником, в основном приходилось работать с бумагами. За все это время ни разу не удалось с семьей выехать на природу, которую он очень любит. Однажды во время приема в посольстве ГДР в Москве, при уроченном дню железнодорожника, где присутствовал руководитель белорусской дороги, Ильин попросил его забрать обратно. Ничего не могло его удержать в мегаполисе, даже трехкомнатная квартира на Измайловском проспекте. Таким образом, Анатолий Георгиевич связал свою жизнь окончательно и бесповоротно с городом Барановичи и находившимся здесь отделением дороги, которое возглавлял в течение 20 лет. Сегодня признается, что для железной дороги с 70-го по 90-е годы было время особого становления и развития. При том, что основную работу, такую как выгрузка, загрузка товара, приходилось делать вручную. В сутки разгружали по 400-500 вагонов. Сейчас для сравнения 800-900. Конечно, масштабы железной дороги сегодняшнего дня и прошлых лет сравнить нельзя. Но именно тогда был заложен фундамент, на котором уверенно стальная магистраль развивается вперед. Сегодня Анатолий Георгиевич старается побольше времени проводить на природе. И средств массовой информации следит за развитием отделения. Ездит на поездах и радуется успехам своего отделения. В сравнении нет. Раньше же вот пригородные поезда какие были, я еще захватил. Вагоны разболтанные, дизель поезда, электропоезда. А сейчас вообще комфорт, как они называются, я даже не... Штадлер. Штадлер – это... Ну, марка. Сейчас... Я вот... Несколько месяцев назад в Брест ездил. Ну, вы знаете... Как в самолете. Комфорт, удобство, скорость. Я слежу в прессе. Железнодорожник Беларуси постоянно показывает итоги работы, итоги соревнования между отделениями дороги. По крайней мере, наше отделение не на последнем месте. Гордитесь? Ну, разумеется. Много теплых слов сказано было в этот день в адрес именинника, от людей, которым посчастливилось с ним работать. Для многих он стал учителем не только в профессиональной сфере, но и в жизни. А теперь напомним о других событиях этой недели. Глава города на заседании исполнительного комитета подверг резкой критике руководителей тех учреждений образования, где количество преступлений и правонарушений, совершенных учащимися, возросло в разы. В республике стартовала акция «Безопасность в каждый дом». Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям посетят промышленные предприятия и учебные заведения, где проведут профилактические беседы. Особое внимание будет отделено состоянию жилого фонда. В поликлиниках и больницах на время увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом появилось два входа. Для тех, кто подхватил ОРЗ и не чихающих горожан. Таким образом, разделив пациентов, медики решили поставить еще одну преграду на пути распространения гриппа и вирусов. Искусство в массы, городской комитет БРСМ и отдел по делам молодежи наградили победителей городского конкурса мобильного кино «Мобил-арт». Добрых, отзывчивых, милосердных именно таких ребят видит Тимуровца в своих рядах. Десять отрядов волонтеров приняли участие в городском этапе областного форума «Голоса молодых за Беларусь». Начало этой недели отмечено в календаре Всемирным днем борьбы с онкологическими заболеваниями, который проводится Международным противораковым союзом ежегодно вот уже на протяжении восьми лет. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сегодня онкологические заболевания. Не секрет, что рак – одна из ведущих причин смерти во всем мире, и Беларусь не исключение. Порядка 40 тысяч человек ежегодно ставятся на учет в онкологических учреждениях нашей республики, большая часть которых с заболеваниями третьей и четвертой стадий. По прогнозам, Всемирная организация здравоохранения смертность от рака будет продолжать расти во всех странах и в 2030 году превысит 13 миллионов случаев. Каждый год этот Всемирный день обозначен определенной темой. В нынешнем она звучит «Рак, знаете ли вы?». Если говорить в этой связи о нашем городе, то здесь есть неплохие новости. Многие горожане с нетерпением ждали, когда же в онкологическом диспансере вновь начнет работу компьютерный томограф, в котором была повреждена рентгеновская трубка. Для ее замены потребовался 1 миллиард рублей. Сегодня аппарат вновь работает в обычном двухсменном режиме. Сегодня на нем обследуется порядка 30-40 человек в день с различными онкологическими заболеваниями. Тенденция роста числобальных раком наблюдается сегодня во всем мире, и наш город, увы, не исключение. 1400 человек было взято на учет только за один год, это всего в зоне обслуживания медучреждения, а это не только город, но и близлежащие районы. 9300 человек. Наиболее распространенными опухолями у мужчин, так как и в республике, и в области, и в нашем городе, конечно же, является у мужчин рак легких. Вся беда в том, что внутренние локализации органов, которые поражаются раком, они не всегда легко диагностируются. И, к большому сожалению, рак легких в последнее время возросло количество случаев у лиц трудоспособного возраста. То есть у мужчин это возраст до 60 лет считается. И учитывая то, что процентов где-то у нас 60 появляется мужчин с опухолями легких в третьей-четвертой стадии, соответственно, и такая вот показатель, как смертность в трудоспособном возрасте, тоже увеличивается. В сегодняшний день доказано по всем литературным источникам, что в процентах 80-90 причиной рака легкого является курение. И плюс к этому злоупотребление алкогольными напитками. И вот тот факт, что мужчины все-таки трудоспособного возраста, молодые, должны задуматься о образе жизни, прежде всего нужно исключить вредные привычки. Что касается диагностики, все должно начинаться с ежегодной флюорографии, говорят специалисты. И, конечно же, с обследованием участковыми терапевтами, урологами, гинекологами. Кстати, последних нужно посещать ежегодно. Это связано в том числе и с выявлением очень распространенного сегодня заболевания – рака молочной железы. На сегодняшний день он и по количеству взятых на учет женщин, и по количеству умерших, к сожалению, от рака, именно причиной рака молочной железы является. Поэтому это наружная локализация, которая, казалось бы, не сложна в диагностике, но в то же время мы на сегодняшний день пока еще не достигли того необходимого уровня выживаемости 5-летний после лечения при раке молочной железы. Все почему? Потому что у нас порядка 28-30% женщин с раком молочной железы выявляются в 3-4 стадии. Конечно, женщина, прежде всего, сама должна себя как бы смотреть за состоянием своих молочных желез, но и при необходимости, если есть сомнения, обращаться к врачам женской консультации, к гинекологу. Любой доктор может посмотреть женщину, при сомнении направить в онкодиспансер. Это, в первую очередь, гинеколог, ну и участковый терапевт здесь тоже должен быть, в общем-то, иметь навыки осмотра молочных желез. Вообще рак – это общее обозначение большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Он развивается из одной клетки и влияет на это как генетические, так и внешние факторы. Конечно, онкология – это всегда трагедия, но специалисты заявляют о том, что в наше время возможно предотвратить примерно одну треть новых случаев, а при обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях высоки шансы успешного лечения. 51% столько пациентов вылечивают в Барановичах. Сегодня нашим специалистам доступны многие методы и технологии, которые есть в республике. Большие финансовые средства вкладываются из городского бюджета, в обновлении материально-технической базы «Диспансера». Сейчас готовимся мы провести ремонт короткофокусного кабинета для установки централизованного закупленного аппарата. Тоже планируется около 1 миллиарда денег на ремонт. Сейчас проектируем и планируем проведение капитального ремонта под размещение аппарата для лучевой терапии дистанционной. Запланировано и выделится городским бюджетом 2,3 миллиарда денег белорусских рублей. И поэтому все эти методы лечения, которые, в общем-то, применяем на сегодняшний день, и приходится нам посылать больных на лучевую терапию в город Пинске, в Брест, но это временные, в общем-то, трудности. Я думаю, хочется, конечно, и попросить в какой-то мере прощения у пациентов, которые у нас лечатся, что приходится с такими неудобствами сталкиваться. Я думаю, что по этому году, даже в первом полугодии, мы эту проблему разрешим. Вообще, очень большие тратятся средства на медикаментозное лечение, в частности, на проведение курсов химиотерапии при опухолях. Ну, все это, в конечной мере, дает, в общем-то, положительные результаты. Медицина не стоит на месте. Методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый образ жизни. 10 февраля по восточному календарю вступит в свои права год змеи, и продлится он по 31 января 2014. Талисман этого года – черная водяная змея. Черный цвет – это космос, полярная ночь – это цвет глубины вод. А значит, в 2013 году потребуется в первую очередь мудрое и взвешенное решение. Черная змея несет людям неожиданные подспудные перемены, изменчивость. Астрологи предсказывают, что в год змеи нужно заранее все планировать и правильно оценивать, прежде чем что-либо предпринимать. Необходимо стать гораздо осторожнее и осмотрительнее. Одним словом, посмотрите на этот символ, сравните повадки пресмыкающегося с обыденной жизнью, и вы легко поймете, чего ожидать в период правления змеи. Основа летоисчисления в восточном гороскопе – большой 60-летний цикл, разделенный на пять малых по 12 лет. Каждый год соответствует определенному животному и одной из пяти стихий. Существует несколько интересных легенд на этот счет. Однажды китайский император решил устроить у себя представление. И были приглашены животные. И каждому животному присуждалось место. Первым, естественно, пришла крыса. Она получила первое место за то, что она была самая быстрая и проворная. Второе место получил бык за доброту. Третье место император присудил тигру за красивую шубку. Четвертое место он присудил кролику за то, что кролик был очень быстрый. Дракону досталось пятое место за то, что он необычный. Змее же досталось шестое место за ее мудрость. Лошади досталось седьмое, овце восьмое, обезьяне за ловкость девятая, петуху – десятое, собаке – одиннадцатая. Ну и кабану за то, что он такой нерасторопный, досталось двенадцатое место. Тоже вот такая интересная легенда. Этот питон живет в эколого-биологическом центре уже 17 лет. Несмотря на то, что он относится к разряду хищников, характер у него уравновешенный. Его вполне можно считать ручным. Длина питона почти 3,5 метра, весит он более 40 килограмма. Ребята с удовольствием наблюдают за ним и, конечно, любят фотографироваться. Но по большому счету в качестве домашнего животного это нераспространенный выбор. Питоны в качестве домашних животных являются редкостью, потому что это экзотическое домашнее животное. Многие люди ошибочно считают, что все змеи ядовиты. На самом деле большинство из них не ядовиты. Змея никогда не нападет на человека так сама по себе, потому что она прячется от людей и нападает только тогда, когда угрожает ей опасность. Для того, чтобы завести питона дома, нужно заранее подготовиться. Необходимо прочитать множество литературы. И также необходимо ознакомиться с нормативными документами, которые разрешают содержать данное животное дома. Для того, чтобы содержать дома такую рептилию, необходимо также иметь на нее лицензию. Уход за питоном зависит от того, какого вида само животное. У нас в экологическом центре тигровый питон. Он содержится в специальном террариуме, где у него находится ванна с водой специальная. Также у него есть обогревающая лампа. Кормим мы нашего питона только живым кормом, потому что питон наш хищник. Питоны в основном хладнокровные животные. И они, к сожалению, никогда не смогут стать достаточно очень ручными, потому что все-таки это животное экзотическое. Что касается прогнозов, то год не обещает быть напряженным и динамичным. Змея – это скрытая медлительность, это мудрость, выносливость и терпение. Поэтому и в течение этого времени основной упор следует делать на творчество и образование, повышение квалификации и поиски ответов на сложные вопросы. Выберите тактику змей, и удача будет вам сопутствовать, говорят астрологи. Наша программа завершена. Я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. До следующей встречи в эфире.